Глава региона Андрей Никитин встретился сегодня с молодыми новгородскими мамами. Вопросов было много. На первом месте, конечно, демография, поддержка материнства, здравоохранение. Какие меры необходимо принять на федеральном уровне, чтобы женщины в нашей стране не боялись рожать? С таким неожиданным вопросом сегодня обратился к новгородским мамам губернатор Андрей Никитин. Последнее послание президента буквально пронизано мерами поддержки семей, воспитывающих детей. Это и льготные ипотечные кредиты, и размеры пособий для родителей и детей-инвалидов, и федеральный капитал в размере 450 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей, которые можно направить на погашение жилищного кредита. И налоговые льготы. Все ли правильно делается, и на какие сферы необходимо обратить внимание в будущем? Глава региона интересуется не просто так. Андрей Никитин возглавляет рабочую группу по социальной политике Госсовета, и от их решений зависят федеральные меры поддержки в будущем. Сейчас президент немножко систему поменял. Он хочет, чтобы губернаторы, которым иногда виднее то, что происходит на местах, они давали ему какую-то оценку, либо в поддержку тех мер, которые правительство проводит, либо как бы как-то просили что-то поменять в этой политике, исходя из того, как это видится, собственно говоря, на земле. Проблем у молодых мам, живущих на новгородской земле, на самом деле хватает. Бесплатные лекарства, положенные каждому малышу до трех лет, чаще всего не выписываются. А если заветный рецепт в семье появился, то ждать препарат приходится месяцами. Но болеет-то ребенок здесь и сейчас. Выходом из ситуации может стать повышение пособия на сумму, необходимую на покупку микстур и таблеток. Еще один фактор, который заставляет женщин всерьез задуматься над рождением второго и третьего ребенка – отсутствие в школах продленки. Вопрос такой, вот ребенок идет в школу, да, в первый класс. Не во всех школах есть продленные группы, группы продленного дня. И маленький малыш еще, ему 7 лет там или 6, он еще не может за себя отвечать в полной мере. И моя дочка шла к бабушке, которая живет в соседней со школой доме, да. А не сможет она к бабушке пойти, вот второй ребенок. Что? И мне страшно ребенка оставить на полдня без присмотра. Нелегко решиться на рождение ребенка и студентам. Стипендия мизерная, мест в яслях не хватает. Правда, в этом отношении есть подвижки. В ближайшие три года в нашем регионе будет построено 12 детских садов. Не помешали бы с учетом сложности записи в школу и льготы для одиноких и многодетных матерей. Пока первоочередным правом на зачисление пользуются только дети силовиков. Встреча длилась больше часа и конструктивных предложений прозвучало немало. Уже завтра глава региона озвучит их на комиссии госсовета в Москве. Алена Савтина, Галуст Гивандян, Новости, Новгородское областное телевидение.